каждый раз когда россияне хотят что-то сказать это мое я прихожу и докажу доказываем что-то не ваши вот стоит пушкин узнаете флаг эритреи место положения осмера площадь пушкина дата основание 209 год что с этим будете делать сене эритрея вступила в борьбу с эфиопией за пушкина он еще один памятник пушкина или 3 или 3 вступила в борьбу с эфиопией так что вы даже не суетесь там эритреи и эфиопия хотят пушкина забрать себе что будет война между ними в любом случае он пушкин в африке видите африка пушкин так что если на как вы можете требовать себя в эфиопии помнят и чтят пушкина что-то чтят чтут пушкина только с одной маленькой припиской как своего поэта так вот знаете почему пушкин писал на французском вы знаете что пушкин писал на французском пушкин рос в атмосфере где господство французский язык и французскую культуру не то что он рос там все дети росли это же я уже сколько раз говорю что я не знаю на каком языке разговаривать до петра первого наверно на тюркском после петра первого наверно на немецком помните там немец немец в германию ездил наверное на латыни латынь немецкий язык вот а после екатерина второй наверное пришел французский все петр пушкин не мог разговаривать на русском потому что он жил в россии а в россии на русском не разговаривали носит и разговаривать что был крепостным либо ты крепостной это разговариваешь опять же не знаком русском они же не могли писать крепостные не писали не читали то есть не было никакого прописного русского не было такого чтобы мы люди могли сесть учиться грамоте зачем учиться грамоте когда все произведения на французском вот его родители его дядя говорили на французском библиотека отца сергея львовича 90 процент стояла на французском или немецких книгах воспитанным был гувернером гувернерами французами в окружении него были кто но какая-то бабушка мария александр алексеевна ганнибал но понимаете ганнибал это наверно тоже русский не первый язык и няня арина родионовна яковлевна ну вот это вот дня не крепостная ну вот она с ним что-то раз что-то ему рассказывала и все вот и все ну какой-то слуга никита тимофеевич козлов фамилия козлов все вот он где ему был русский язык учить кто бы этот русский дал когда ему нужно было рассуждать о чем-то он использовал французский когда ему нужно было писать какие-то деловые переписки они тоже велись на французском критические статьи заметки червяки черновики планы произведения тоже на французском дамам он писал письма на французском и последние его слова после дуэли когда он был убит ну как ранен смертельно ранен он тоже сказал по французски я должен обустроить свой дом он всегда думал говорил то есть вы даже не думайте что какие-то думал все на французском а потом что-то писал по-русски еще на таком русском на котором вы сейчас все его произведения прочитать не можете они все потёрты и исправлены чтобы чтобы понять его смысл потому что весь смысл он искореженно сейчас считается мы не так понимаем его слова пушкин значит дописано на французском языке не секрет что пушкин думал по-французски описал на русском все его все его какая страна родина предков пушкина многочисленные исследования российских эфиопских пушкин стов сегодня позволяет читать доказано место рождения прадеда александра сергеевича пушкина абрама петровича петровича потому что его петр первый купил ганнибала ибрагима северо-восток провинции тиграя в районе города асмара современной эфиопии вот пушкин сам говорил о своем происхождении решил фиглярин сидя дома что черный дед мой ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу подал мой дед каннибал пора покинуть скучный берег мне неприязненной стихии и средь полуденных зыбей по небом африке моей вздыхать о сумрачной россии